В Центре социальной реабилитации детей-инвалидов 19 апреля прошел городской творческий конкурс «Поверь в себя». В актовом зале вдоль стен художественные творческие работы детей и молодежи с особенными потребностями. Детское творчество всегда было, есть и будет. Им всегда будут восхищаться, и оно всегда будет доставлять много радости и грусти. Рисунки и поделки детей с особенностями развития – это часто выражение эмоций, скрытых глубоко-глубоко. Многое можно подчеркнуть из этих произведений, однако многое же остается непонятным и скрытым для нашего понимания. Я от всей души сегодня, от себя, от этого великого коллектива Центра социальных служб, витаю вас и с этим прекрасным святом. Воно прекрасно, а в цьому році воно в нас еще и ювілейне. 25-й міський фестиваль творчості для дітей та молоді з особливими потребами «Поверь у себя». Я знаю, як вы готувалися. Я детским протягом року постійно телефонувала, нагадывала, говорила, що ви ж там готуєтесь, давайте. І я чула і знаю, що ви всі залюбки готували свої роботи. Тому що сьогодні перед вами, ось, вельми шановне журіси, диті дивіться, це просто шедеври, шедевральні роботи. Молодці, молодці ви і молодці ті, хто вам допомагає, а це ваші батьки і ваші вихователі. Алла Івановна подарила цвіти заведующий Центру социальної реабілітації за її роботу. Нет, пожалуй, за її заботу о юных словучанах. Дякую цвітку для тих дітей, які працюють, трудящихся, які молодці. Оце все, дяки вашим зусиллям. Це цвіти для всіх нас. А потім, як на настоячем конкурсе, представили высокое жюри і «Какой же детский конкурс? Без сказочних героїв». Они помогли немного снять волнение з участників конкурсной программы, которые читали стихи, пели песни і даже танцевали. ПЕСНЯ Человек, лишённый того, то обычным людям кажется простым і естественним, относиться к жизни по-другому. Ценности многих вещей, которые нами почти не замечаются, для каждого із них возрастают во много раз. Особую роль в их жизни играет возможность реализоваться в творчестве. Они играли на пианино, стараясь порой даже побаиваясь нажимать на клавиши, чтобы не извлечь неправильные ноты. А у некоторых получалось очень уверенное исполнение сложных произведений. Творчество для детей с особенностями развития совершенно необходимо и играет очень важную, нередко решающую роль в их жизни, в их будущем. Творчество для детей И не столь важно, кто победил, кто лучше спел или станцевал. На этом конкурсе они одерживают прежде всего победу над собой. И это ясно даже в названии. ПОВИР УСЭБ. И отдельное спасибо организаторам, спонсорам и тем, кто проводил этот конкурс. Вы сделали большое дело. Вы внесли искорку надежды в участников конкурса, воспитателей и родителей. Аплодисменты зрителей только усиливают веру и надежду, что у них все получится. Главное – поверить в себя.